Здравствуйте, я Сенькин Андрей Валентинович. Подготовил небольшое обращение. Буду зачитывать, потому что боюсь упустить главные моменты. Я Сенькин Андрей Валентинович. Считаю, что приговор суда по делу ДТП в Панинском районе, произошедший 16.07.22 года, необоснованным, слишком мягким и требует более сурового наказания к обвиняемому Семикину АВ. По статье 264, часть 3. Наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии сельского поселения. ДТП произошло 16.07.22 года примерно в 0 час 30 минут в Панинском районе на пересечении улицы Колхозной 9 января. На перекрестке водитель машины Мазда проигнорировал правила дорожного движения, а именно знак «Уступи дорогу». Допустил столкновение с машиной «Лады ВАЗ-2114», которая ехала по главной дороге под управлением моего сына Сенькина Вадима Андреевича, 2001 года рождения, который от полученных травм несовместимых жизнью скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Две машины скорой помощи прибыли на место ДТП спустя 5 минут после столкновения, но помочь моему сыну они уже не смогли. Я считаю, что приговор назначен обвиняемому с большими нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Водитель Мазды оказался действующим участковым Панинского РУВД Семикин АВ. Находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Этому свидетельствуют показания многочисленных свидетелей на суде. Первый и главный свидетель ДТП является Мандрекин Максим Александрович, так как ехал вслед за машиной моего сына, и все случившееся произошло на его глазах. В суде на даче показаний он неоднократно говорил сотрудникам ДПС, прибывшим на место ДТП, а именно Лиходедову, что Семикин находится в состоянии алкогольного опьянения. При разговоре с Семикиным Мандрекин чувствовал запах алкоголя, исходящий от Семикина. После того, как Максим подъехал на место ДТП и пошел посмотреть, что с Вадимом, к нему подошел Семикин. Начал расспрашивать, что и как там с водителем. Но Максим сказал, что все плохо, и, наверное, Вадим уже умер. При этом Семикин впал в панику, начал кричать, что я виноват. И Максим чувствовал запах алкоголя. Не только запах алкоголя, но и неуверенная походка Семикина. Но суд не учел его показания. Также водитель Семикин находился в машине со своим коллегой по работе, сотрудником полиции Ситниковым, которого с места ДТП увезла скорая, так как он находился в бессознательном состоянии. Скорая повезла Ситникова в больницу электронику в городе Воронеже. Согласно выводам заключений судебной медэкспертизы, при поступлении в больницу в городе Воронеже у Ситникова в крови обнаружен этаноловый спирт 0,41%, что подтверждает, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также в машине вместе с ним на заднем сиденье находились сотрудники Следственного комитета Ермолаева и его подруга Каледина, которые после столкновения машин сразу же скрылись вместо ДТП. На предварительном следствии в опросе Ермолаева давало показания, что не чувствовало от водителя Мазды Симыкина запах алкоголя, так как находилось на заднем пассажирском сидении. Но по манере вождения автомобилем Симыкина несколько раз выезжал на полосу встречного движения, вилял из стороны в сторону. И она могла предположить, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Также Ермолаеву 16.07.22 года, находясь в отделе во второй половине дня, стоя у кабинета, слышала, что Симыкин общался с сотрудником полиции и говорил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. На суде Ермолаева отказалась от своих слов, что дает мне право считать, что специально прикрывает своего коллегу. Также показания свидетелей Киселевой и Доманиной суд тоже не учел и не принял во внимание. Из показаний Киселевой и Доманиной накануне 15.07.22 года, примерно в 20 часов 15 минут, они давали показания в совхозе Михайловска трем сотрудникам полиции, а именно Симыкину, Ситникову и Корневу, находясь в одной машине с ними. В машине они сидели на заднем сидении. Между ними находился Симыкин, который их опрашивал. И они чувствовали при разговоре с ним резкий запах алкоголя. Машина находилась возле магазина Нива в поселке Михайловском. Являясь продавцом этого магазина, далее свидетелям в суде Мандрыкина и Елена дала показания, что Ситников заходил спустя не... До этого минут за 30-40 заходил в магазин и приобретал три банки пива «Балтика-семерка» и «Киреешки», впоследствии опознав его. Также в салоне машинообвиняемого на месте ДТП обнаружено много пустых бутылок из патолокогольной продукции, а именно две бутылки «Рома» капитан Морган и пустые бутылки из-под пива. В результате проверки оказалось, что алкогольная продукция была куплена в магазине «Магнит» примерно в 21.00 в РП Панино. Детализация телефонного соединения телефона Симыкина, 15.07.22 года следует, что подсудимый находился в зоне действия базовой станции рядом с магазином «Магнит» на улице Железнодорожной. Далее. Также суд не учел показаний свидетелей Булатовой. Это медсестра, оператор скорой помощи Панинской ЦРБ. Из показаний свидетелей Булатовой ОВЭ в суде следует, что фактически Симыкин ОВЭ прибыл к ним на станцию скорой помощи в 01.43.16.07.22 года. Это время зафиксированных в журнале обслуживания амбулаторных больных. Затем Симыкина отправили к хирургу на рентген. Насколько она помнит, ему зашивали бровь, после чего он отправился на медосвидетельствование и забор биологической жидкости. Во время разговора с Симыкиным ОВЭ она чувствовала исходивший от него запах алкоголя. Далее я считаю, что Симыкин самовольно покинул место ДТП. Приехав на место ДТП, около 0.50 я не увидел Симыкина на место ДТП. Уже его там не было. Из разговоров на месте ДТП от услуг скорой помощи он отказался, так как чувствовал себя хорошо. Спустя 45 минут все-таки Симыкин оказался в Панинской больнице. Как он туда попал, ни один из сотрудников ДПС и полицейский не знают. На предварительном следствии Симыкин несколько раз менял показания по этому поводу, что явно вводил следствие в заблуждение. Симыкин не имел права самовольно покидать место ДТП. Далее я считаю, что сотрудники ДПС, прибывшие на место аварии в течение пяти минут, не выполнили свои должностные обязанности на месте ДТП, а именно сотрудники ДПС Лексашов и Лиходедов, не освидетельствовали сразу на месте ДТП обвиняемого Симыкина на состоянии алкогольного опьянения, вопреки всем действующим законодательствам, но суде так и не пояснив, почему они сразу не освидетельствовали обвиняемого. Их бездействие на рабочем месте явно говорит только об одном, явное покрывательство своего сотрудника. Все же спустя два часа после аварии Симыкин прошел медосвидетельствование в больнице, но, как я считаю, с очень большими ошибками и покрывательством медосвидетельства, но суд не дал оценку этим обстоятельствам. Так, врач Пешкова, ДА, проводивший медицинское освидетельствование, является родственницей Пешкова Алексея Александровича, который выезжал на место ДТП и, находясь, и давал указания инспекторам ДПС. Кроме того, Пешкова, ДА, знакома с подсудимым, который работал участковым, а именно с Симыкиным, и учились в одной школе. Более того, врач Пешкова, ДА, при медицинском освидетельствии заведомо использовал неисправный алкотестер. Так, согласно ответу ООО СИМС-2 от 28.09.22 года следует, что алкотестер поступал на диагностику в указанную организацию 23.08.21. В результате комплексной диагностики выявлено, что алкотестер неисправен и ремонту не подлежит. Кроме того, в соответствии с заключением ООО НИАО Медсервис от 28.07.22 года алкотестер имеет нарушение в работе микропроцессорной платы, вследствие чего не сохраняются актуальные даты и время в приборе. Заключение. Ремонт технически невозможен, рекомендован к списанию и утилизации. Также суд не учел показания специалиста-токсиколога Поляковой ЖАА, а именно результаты. Из показаний специалиста Поляковой ЖАА в суде следует, что в первом случае значение прибора показали 0,17 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха, а во втором случае 0,14 мг на литр выдыхаемого воздуха. Это говорит об отсутствии концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Если бы медицинское освидетельствование в отношении подсудимого было проведено не в 2 часа 49 минут, а ранее, то было бы установлено алкогольное опьянение в выдыхаемом воздухе. Также собранный бы материал Семыкина из этого следует, что из выводов заключения эксперта номер 289.22 от 07.09.22 следует, что просудебно химическим исследованием двух образцов мочи, изъятых в БУС ВОО Воронежской области клинический наркологический динспансер под установочными данными Семыкина АВ в образце мочи, полученном в 2 часа 50 минут 16.07.22 года ильтиловый спирт обнаружен в концентрации 0,82 грамм на литр в образце мочи, полученного в 13 часов 50 минут 16.07 ильтиловый спирт не обнаружен. Из показаний специалиста Поляковой если говорить о концентрации алкоголя в моче 0,82 промилле то это считается алкогольное опьянение. Если в крови выдыхаем воздух и нет алкоголя а в моче есть то можно сказать о том что преобладает фаза выведения им элиминации алкоголя из организма то есть прошло какое-то количество времени видимо алкоголь утилизировался за этот период времени а в моче остался можно в данном случае тогда говорить что в более ранний период времени подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения то есть алкоголь метаболизировался если в моче свыше 0,5 промиллей это считается алкогольное опьянение химико-лабораторное исследование крови и мочи гораздо достовернее и точнее чем результаты произведенные с помощью алкотестера таким образом если в выдыхаемом воздухе у подсудимого нет алкоголя то в моче концентрация алкоголя составляет 0,82 промилле и это считается сильное алкогольное опьянение в связи с этим 30-го, 05-го, 23-го года мы подали апелляционную жалобу в Воронежский областной суд чтобы пересмотреть все обстоятельства дела изменив решение суда осудить Семыкина АВ по статье 264, часть 4 управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и оставление места ДТП еще хочу добавить семья Семыкиных находится в полном составе какой бы ни был срок ихний сын вернется домой а моего сына мы не увидим больше никогда спасибо 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 Продолжение следует...